Всем привет! Кирилл снова возобновляет влог. Давно не было. Все потому, что я пытался смонтировать все, что мы насняли в декабре, и смонтировал я далеко не все. Ну, там осталось не так много важных тренировок. В принципе, там, в основном, оберложенные были тренировки. Ну, а сегодня суббота, 8 февраля, и я снова иду в берлогу. Из свежего у нас впереди соревнования. Из берлоги снова много людей выступает. И сегодня, вот я иду пораньше, сегодня будет проходка у Динары. Также из берлоги снова выступает Таня Кононенко. Тома будет выступать. Ну, и, собственно, все. В этот раз не так много людей. Маша будет, Дима, Влад, что-то там под вопросом у него со спиной опять какие-то проблемы. Ну, и, возможно, через неделю после этих соревнований мы поедем еще в Барнаул. Так развеяться по фану, так сказать, как мы съездили на Сарево по жиму, так же и в Барнаул съездим. Там конкуренция не сильно большая, будет так развеяться, выехать за пределы. Ну, а пока хватит ля-ля, идем тренироваться. Сейчас проходит Кубок России. Стараюсь за ним следить. Очень радуют результаты. Мне кажется, они даже получше, чем на чемпионате, который у нас здесь проходил в прошлом году. Раз за Кучеру Андрея неплохо выступил, хоть он и занял четвертое место. Ну, выступил очень достойно. Ну, и также Катя Макарова. Просто суперкрасиво, суперчетко и безоговорочный победитель. Ну, и так в целом, очень-очень приятно смотреть за борьба практически в каждой категории. Там килограмм-два. Очень интересно смотреть. Тем более, сейчас это время есть посмотреть. По вечерам очень удобно. Ну, и стараюсь себе видео выкладывать. Да, видео не мои. Goal.exe снимает. Я просто скачиваю, выкладываю. Но не там заработать деньги, там, булянуть, чтобы люди как-то могли через поисковик, там, через YouTube найти это видео и посмотреть. Никакой монетизациями даже потом не будет, потому что там много музыки с авторскими правами. В каждом видосе не менее десяти, наверное, там, вылазит каждый раз. Поэтому, как бы, ни в коем случае там прославиться не хочу этими видео. Просто, что все люди, любители тяжелатлетики могли посмотреть. Так что, ходите, смотрите видосики. Стараюсь по мере возможностей выкладывать все, все категории. Вот такая у нас снежная зима в этом году. Очень много снега. Просто немирно. Это его еще вывозили даже отсюда. Ну, а я уже пришел. Сейчас переоденусь, буду Динару ждать. Динара, привет! Как дела? Вот так, вы? Наверное. Ну, так. Что это такое? Что это вот так? Как состояние твое физическое? Ты не сильно упахала вчера? Я не, я же болела. Я вторник, среду. А, там какой-то коронавирус лосарева привез мне, да? Все хором слегли. Меня заразил кудрявый, если что. Чеха уходил на меня. Какие ожидания сегодняшней тренировки? Не запороть начальный вес. А то, что я поставила, я не знаю. Максимумы какие? Не знаю, что... Сегодня ты максимум, сколько желаешь поднять? Нет, нет, только тут. Сейчас, потом посмотрим. Сорок три. Сорок сколько? Сорок три. Да, шучу, ладно. Сорок пять надо сделать точно. И шестьдесят, да? Вообще шестьдесят два хотела. Вообще, вообще в идеале шестьдесят пять надо. Вообще в идеале. Ну, по состоянию здоровья, блин, шестьдесят шестьдесят два надо. Толкнуть. Возьмите, возьму, а там... Нормально, нормально. Вот. Так что? Ну, для меня минимум, что ты сорок порвала сегодня и пятьдесят пять сделала. Ну, потому что ты болела. А я вчера сорок в стойку разом. Ну, надо в сет сегодня, в сет. Стойку нам не надо. Стойку тяжелоатлеты не рвут. Ну, есть всегда запасной вариант. Стойку на соревнованиях. Смотрю, с девчонками это канает. Ну, это волнение там. Там некоторые вытаскивают, сколько на тренировках не вытаскивали стойку. Нет, там посмотрим, там разберемся. Машего стола, ну, пятьдесят, сколько-то бывает там, ну, спасибо. Главное, хорошо разогреться, видишь? Если хорошо разогреться, то все нормально. Давай, разогревайся и боремся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и что, по ощущениям тяжелое? Что болтает? Плечи что-то загуляли. Все, вставилась и не встаем. То есть лопатки свели и пошли. Не надо ее вот туда выбирать. На дельтах она не будет, она начинает сразу болтаться. Завела и все. Слово, Динара, это не очень свежее. Сегодня она вчера комплекс отопахала, где она делала рывки со ракет в стойку. И сегодня у нее максимумы. Поэтому не факт, что максимум мы и найдем. Ну, потому что кросплитеры отдыхать не умеют. Они же типа ростомахи. Потренировался, тут же восстановился. Но они реально очень быстро восстанавливаются. Все у нас уже начинается. Для Динары хорошие веса. 40 килограммов. Сейчас она будет вырывать в сет. Допустим, у нас начались соревнования. Первый подход у нас неудачный. Осталось две попытки. Я обычно всем советую не добавлять в этот момент, потому что, особенно в первые соревнования, очень тяжело будет еще и психологически больше на второй подход подход ходить. Надо первый вес там наверняка поднимать. А потом уже голова распускается, и все, и поперли рекорды ставить. Вот поэтому я и говорю, что когда я написала вес, я подумала, что, наверное, я... Так это все перезаявить можно в плане разминки. Увидела, не идет, перезаявила меньше. Можно, да? Да, без проблем. Ну все нормально. 35 не знаю. Все, у тебя отлегло? 35 не знаю. Да, ты когда будешь там на взвешивании, ты уже можешь 35 заказать. В принципе, я думаю. Ну или после взвешивания там перезаявить. Давай, подходим. Какие люди. Ну что, как твои плечи. Ну, это нормально, я пошла быстрее. Это разминание. Давай, давай. Ну, время-то еще есть. Мы сначала будем брать? Нет, мы сначала будем рвать. Вот, Толечка. Как раз твои плечики разорвнули. Да. Идите, посидеть надо было. А? Пригай сидеть. Чтобы она меня вдавила вообще. Чтобы зад свой приезжай, чтобы у тебя зад был не задран. И у тебя центр тяжести бы зашел в нужное место. Посидела и встала. А у тебя начал зад задать. Я тогда тоже посидела и не встала. Нет. Тот подход был вообще крутой на самом деле. Там просто, вот как по мне, просто вверх был угандошенный до этого. И он просто не выдержал нагрузки. Ну, непривычная нагрузка для него была. А рывок был кайповый. Хорошее прогнозание, спасибо. Рассказывай. Да нормально, ладно. Чего там, я тебя никто не знает. Серьезное лицо. Ну, тем более. Штанга прижимает, то есть сверху. И мысль такая, по крайней мере, по лицу проскользнула. Зачем я это делаю? Недавно, не дави меня. Слушай, у меня, кстати, такое же. У тебя такое лицо. Не, ну, на самом деле, лица у всех там нормальные в этот момент. Это что было? Это что было? Ты передумала. Сейчас, да ну. Попытка на борту. Динара, а еще? Еще одна попытка и на рывке заканчиваем, потому что голова у тебя сегодня не готова. Голова не дает. Все, я уже подниму. Попытка на борту. Напугал. Привет. Напугал. Чего, какие у тебя планы на сегодня? Давай долгать. Ну, сколько ты хочешь? Ну, какая цель же есть у тебя? Ты же не просто так спрашивал. Мы сегодня будем мои большие танки толкать. 90? Получится. 90, мне кажется, больше получится. Просто мне, я никогда не делаю. Ну, психологически надо ее пооборотить. Надо красиво сделать. Да, ну, то есть, да. Да. Слушай, собаки нельзя. Ты в сет будешь работать? Можно попробовать сначала в сет, в сет, в сет. Ну, мы просто начнем и постепенно наращивать будем. Да. Я думаю, что в сет лучше в сетах. Да, сет начнем, а потом вдруг. Потому что максимальный вес, в сет возьмешь. Просто вам надо его наработать. У вас и наработают. Как плечи ваши. Плечи и у меня. Ну, я бы не сказал. Ну, более-менее. Динара начала полкать. Ногу, ногу выбрасываем. Динара, столько стоять. Столько стоять и не надо. Динара все-таки после болезни ей сегодня тяжело. И психологически тоже тяжело. Потому что на большие веса-то они не ходят. В основном, это только на моих тренировках. У них таких нет весов. И даже психологически больше тяжело. Физики хватает даже. Ну, гораздо больше веса. Ну, сейчас, я думаю, она затащит. Давай-давай, долго не стоим. Мощно вверх. Держай. Изи вообще. Ну, не изи. Не, вылетела прям легко. А что, она тебя болтала что-то все равно. Нормально, закончили. Видишь, как Кирилл, Кирилл Акацова-Ванга сегодня. 40-55, как я и говорил. Ну, можешь больше. Просто что-то это. Видимо, болезнь там. И большие веса, вы же на них постоянно не ходите. Экологически надо маленько себя готовить к ним там. Ну, и знаешь, вот мне бы раздражало. Тут люди ходят, тут это все. Тут обстановка, как бы, она не способствует большим подъемам. И, ну, на соревнованиях, я думаю, немного по-другому будет. Там все равно и злость, и кураж появится. Поэтому давай, отдыхай. И главное, перед соревнованиями, ну, хотя бы день точно отдохнуть надо. Ну, на неделе я все равно еще рвов точно подойду. Толчок не буду. Рвов толчок не надо. А рвов я еще подойду, чтобы просто, чтобы она у меня, ну, на голову была. И приседы тяжелые не надо делать тоже. На этой, на следующей неделе. Ладно. Угадайте, кто пришел. Этого человека вы точно не ожидаете здесь в Удии. Маша, ты что пришла? Тренироваться. О, самый главный рыбкач пришел. Короче, Маша пришла не ко мне на группу, а просто потренироваться. Все, дуй вон там, вон, туда. Ну, ты знаешь, куда. Ты сегодня даже не проспал. Сегодня я вообще был на бутылке. Сегодня огуречком. Да, я прям проснулся и прям все, я готов все это делать. Сегодня, короче, по плану немножко порвем и будем толкать опять. Что-то я решил. Мы много рывка делаем, надо это, потолкать, толчок поставить. У многих проблем. А вот я, самая главная проблема, выгибать колени перед толчком, запомни. Хорошо, я буду. Потому что ты стоишь в статике всегда. Все, подожди. Мы начали тренировку. Света очень рада. Она прямо не терпится сегодня ей толкнуть. Все очень красиво разминаемся. У нас новенькие есть. Мы размялись палочками. Плавно перешли на грифы. Море вперед. Пол не надо смотреть. Мы начали плавно рвать. Буквально три подхода. Света сегодня неплохо летит. Очень неплохо поработал. Света, ноги не забывай про них. У тебя есть ноги, не забывай про это. Посиди, не скакивай, посиди. Вот ты что-то сразу-то сесть не можешь. Ты вырвал, а потом сел. Почувствовал по-любому это. Там сотен метров пять, наверное, было досело еще. Можешь добавить? Ну так. Больше выпрыгиваешь, больше не пульса ногами. И без ног. Просто пушка. Ать, не вали, не вали. Вот не досаживаешься сразу, не знаю почему. Не знаю. Вот не досаживаешься. Мне как-то страшно туда вглубь прям. Кажется, что прям... Скорость-то у тебя офигенная прям. Да ладно, к тебе придет, не переживай. Да. Куда-нибудь. Очень утешающе. Мы начали делать классический толчок. Ребята размялись. Сегодня большие цели, высветы. Толкнуть много хочется сегодня. Посмотрим. Ты вот батон, а? Сколько ты уже толкнула? Это? Да. Шет пять. Давай, до восьмидесяти надо сейчас дойти, а потом будем смотреть твой красивый толчок. Шет пять. Хорошо. Ты на две разные ноги прыгнул, да? Да. Сначала правой, но тут... Давай, ногами помощнее. Как-то так, да. Вот это... Поднимание. Повыше тяни. Так, хорошо. Света у нас уже, я рекордсмен. Хорошо, спинку держим. Изи. Спустя, девяносто. Хорошо. Держи, держи, держи. Маше второй подход. Ну, что-то очень тяжкое взятие, я думаю, не толкнется. Давай, позлее на грудь. Ногами порезвее, снимай ее. Стань, стань. Держи, держи. Ногами мощный вверх. Нет, это не толчок. Все дошли, практически все дошли до своего максимума, и тут начала голова отстегиваться. Цветы прям тяжело было. На старте прям было видно, как переживает. И просто очень коротко, как-то не дотянуло. Костя на толчке поторопился. Ух, прям, коротко подсел. Голова, голова. Ноги поуже поставь и распрыгивай. Ну, выше выталкивается. А? Выше выталкивается. Выше, да. Если поуже ставь, то да. Я просто не могу вот эту силу дойти. Найди. Один раз толкаем. Мощный один раз. Разведи маленько локти. Ну, хорошо, хорошо. Все, бросай. Натягиваемся. И выше тянем. Стань, стань. Терпи. Мощный вверх. Давай, давай, давай. Ногами, ногами, помощнее вверх. Мне кажется, мне это больше не надо. Что? Сегодня толчок никому не зашел. Нет, мне, короче, это, стояла, собиралась, ждала, пока мутный пройдет. Надо было, наверное, толкать. Но мутного. А у тебя сколько, 90? Ну, 90 на грудь, ты же не брала, не брала. У нас-то чуть-чуть впереди осталось. Не могла бы ее удержать. А я что-то там, да. Взять, я настолько никогда не делала. Е-е-е-е-е-е-е. Карта, да, сегодня? Хард-поньо. Сука пришло в сознание. Откуда у тебя эта хард-понь появилась вообще? А я что-то, я не помню, мне кто-то ник придумал. Ну, типа, я играла по пони все время. Ну, типа, ну и сейчас у тебя. Тачишься по пони? Да, блин, нравится, капец. И тут что-то... А, ну да, мальчик один такой, блин, типа. Она что-нибудь такое, жесткое и милое. Хард-понь. А когда это, в каком году было? Ну, годик-то два. Нет, годик-то два. Нет, два. Та-ра. Подписывайтесь на хард-понь, она ее скоро сотку затянет. Ну, со стоек толкнет. Блин, соска. Мы тут закрепляем результат, закрепляем съем с ровной спиной, с четырьмя задержками, и потом в статике опускаем. Света так упахала, что больше вообще ничего не делает. У нее это все. Света, ты опустушена? Сначала непонятно, потом радость, а потом опять непонятно. Ну, все, потому что ты уже подняла, и все. Это как купил машину, да, купил радость, а потом, ну, и все. Ну, это было сложно, да? Ну, это круто, на самом деле. Мурашки так дела. В следующий раз повторять это снова и снова. А в следующий раз уже ты психологически ее уже переборола, что будет уже легче. Сейчас надо закрепить будет уже, нарабатывать этот вес. Жалко, что ты уезжаешь, так вот хотелось бы на тебя на соревнования посмотреть еще раз. А в мае будут же? В мае будут. Я буду уже. Что самое приятное тяжело одените? Это делать вот так. Что ты в этот момент испытываешь? Не знаю, это прям кайф. Вот так вот. Кому-то поднимать, а кому-то раздевать. Да, раздергивать ее. Вот он, главный попрыгунчик. Ты на руках-то будешь ходить после этого? Буду. Не устал? Ну так. Устал, конечно. Выше, выше запрыгивай. За мной рекорд поставлю. Он обещал пройтись после тренировки. Сейчас пройдет. На ногах? На руках. На ногах. На ногах, ну давай. Смотри-ка, может и дойдет. Ну и побежал, побежал аж. Ну молодец, дошел, дошел. Герой. Тяжело. Мы сегодня с Машей, как старые добрые времена, вдвоем. Домой идем. Пока. Герой. Покажи, покажи. О, Маша. Брала что ли или лопнула? Это еще старела, болит заголпала вообще. Жизнь, боль. Ты еще и толпалась сегодня с такой рукой, покажи с какой. Да, да я уже стырявой. Да это ей. Я уже привыкла. Это нормальное состояние ей руки. Ты еще не видела, что в них бывает, Маша. Это нормально. Это почти так, знаешь. Мясо, да? Так что-то задело там. Ой, Света, какая ты большая. Какая ты накачанная. А ты еще маленькая, что ли? Мяселечек. Пошли, мать. Мать. Давай.